Привет, друзья! Хочется рассказать, с чего чаще всего начинается наше утро. Наше утро чаще всего начинается с пылесоса, потому что очень много факторов, которые способствуют тому, что приходится пылесосить каждый день. Немаловажными из них являются дети и животные. А так как у нас живут два кота, и один ребенок, и еще два взрослых, все мы гадим в той или иной степени. От котов это обычно шерсть или просто элементарный разнос пыли по всей квартире, потому что они бегают, носятся. От ребенка это, в принципе, все то же самое, но периодически бывают еще, возникают лужи на полу. Ну и взрослые мы тоже можем добавить к этому списку самые многочисленные возможности, чтобы в доме стало грязнее. Но иногда ребенок нам тоже помогает убираться. Спасибо, Элай, спасибо большое! Без влажной уборки тоже не обходится. Проводим мы ее раз в три дня примерно. Ну а пылесос у нас, естественно, каждый день. Пишите в комментариях, как часто вы проводите уборку дома и сколько сил вы на это тратите. Привет, друзья! Вы на канале Покатушки. С вами Мик, Таня, наш сын Элай. И сегодня мы идем на прогулку. Даже и на прогулку, и за покупками. А по поводу каких покупок мы идем, вам лучше расскажет Татьяна. Зачем мы едем? На что мы тратим 45 тысяч рублей? Ну или сколько? Пять тысяч. А, пять тысяч. 45, то есть ты готов, да, вложиться? Зевающие игры, читалки для ребенка. Там комплект идет. Фирма называется Умница. Там развитие речи. Как бы, как не говорить, допустим, как я. Я не умею разговаривать. В детстве, видимо, со мной так не занимались. Может, тебе тоже пригодится набор? Да. Получить Элай разговаривать и с ним вместе учиться. Сделаем распаковку сегодня. Давай? Наверное. Мы приехали в детский мир и мы уже довольно долго ждем лифт, чтобы подняться на самый верх. А пока мы ехали, Элай уснул, мы решили воспользоваться возможностью и зайти сначала покушать, пока он спит. Мы просто спокойно даем поедим. Нет, не поедим. Сейчас поднимемся, он проснется. Надеюсь, не проснется. В итоге мы зашли в грабли, взяли себе по салатику, по борщу. Я чуть-чуть мантушек взял. С тобой не надо будет делиться, надеюсь, да? Почему? Ты только что сказала, ты дашь вверху попробовать? Он промолчал. Я не слышал, я не слышал. Мик, слышал, не слышал? Молчание, знак согласен. Я молчу. И молча я и мог. Элай проснулся аккурат, как только мы занесли последнюю ложку с едой в рот. Проснулся такой и размышляет о бытие. Эл, ну посмотри сюда. На лифте. Лифты здесь ждать ад. Пойдем, если поместимся. Кстати, не забывайте подписаться на наш инстаграм. Таня, кстати, еще начала шить белье. Вот я сейчас кадры вставлю. Очень милое и красивое белье, как пишут. Очень понравилось подписчикам. Так что, девчонки, те, кто хочет, посмотреть, подписывайтесь на Таню на инстаграм. А на моем подписывайтесь, если хотите посмотреть на все страдания. Ты все будешь выкидывать, да? А вот это что такое? Ой, не валяшка. Смотри, можно толкать. Смотри. Оп. А, падает. Оп. Классно, да? Толкай, толкай кошечку. Она не упадет. Вот так. Мы уже двигаемся к выходу с, конечно, в их канале с лифтами, но зато мы приобрели набор еще мы взяли пару книжек таких интерактивных, прикольных. И вообще там столько наборов было и по английскому, и по развитию. Реально, реально нужен полтинник, чтобы вот их всех приобрести. Да, и каждый раз удивлять своего ребенка. Ну, мы будем постепенно, если вот этот набор мы сейчас попробуем, затестируем и нам зайдет, главное, чтобы было и зашло, то мы будем его рекомендовать. А если нет, не будем рекомендовать. Я думаю, что в любом случае этот набор не будет нам бесполезен. Мы его применим в лучшем случае. Тьфу, ну ты понял, Саня. Ну я-то понял, подписчики не поймут. Ну, не, значит, не... Наверное, проблема действительно в том, что с Таней я живу давно, я, в принципе, понимаю, о чем она говорит, даже когда она говорит... Че, попала? Да. Ну, по крайней мере, она может нивелировать это, сама над собой прикалываясь. Так что... Вы закалили Танюху. Ну, для меня это было очень тяжело принять, что я до сих пор не умею так выражать... Связно говорить. Выражать свои мысли, связно говорить, да. Но, тем не менее, я могу на пальцах объяснить. Бывают люди меня просто с полуслова понимают и говорят, Таня, слов не надо. Кстати, мы сегодня вот поехали в детский мир, в центральный. Попутно сегодня выборы мэра Москвы, губернаторов там всяких. И еще мы видели, ходили протестующие. Мы, кстати, все-таки поддерживаем... Поддерживаем... Поддерживаем мы... Кого мы поддерживаем? Поддерживаем тех, кто угнетается. Вот это вот, естественно, пенсионная реформа ужасная. НДС, которые нам впаяли под чемпионат мира. Вот. Но наш народ все терпит пока. Все кушает. Он всегда будет терпеть. Ну, такое... Такие мы... Такой народ. Терпеливые. Наверное, до поры до времени. Практически добрались до парка Горького. К сожалению, у самого парка припарковаться в выходные дни очень сложно. Поэтому, если вы вдруг собрались, то лучше не стоит. Мы припарковались рядом с набережной. Сейчас еще минут 10 дойдем до парка. Мы полностью заряжены. Мы взяли с собой ребенка, что самое важное. Взяли с собой нашу тележечку любимую. Я взял с собой скейт. Там есть скейт-парк. Мы пока чуть-чуть чуть-чуть. Кстати, мы уже в парке Горького снимали. Давным-давно. Когда только начинали наш блог. Это был наш второй видос. Зацените. Оставлю ссылку в описании. Девчонки, мальчишки, кто в парке Горького? Мы сейчас здесь. Давайте встретимся. Объявление делается. Видели электрическую машинку и расхныкались, потому что тоже хотели покататься. Давай, но здесь много другого всего интересного. Посмотри, сколько людей вокруг. сколько можно разглядывать людей. Вообще бесконечно. Это наш Питер Паркер. Вроде ходить умеет, но любит поп... Давай, давай. Вставай, вставай, вставай. Пошли, 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 пошли. Давай, давай. Нет. Все равно нет. Мы выбрали вот такой способ передвижения. Сам, 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 давай. Давай, зайчик. Уже все? А, мне в ту сторону надо, да? А почему у него обратно? Вот у него какой-то приоритет по сторонам. Ему всегда надо туда, куда не надо. Ночной променад. Мама с коляской, сын с... Ночные покатушки. Мы вернулись домой. Нагулялись. Элай вырубился еще в машине. Перекладывали в коляску около дома. Он не проснулся. Перекладывали в кроватку уже дома. Он даже не проснулся. Короче, ребенок спит. Очень хорошо. Мы, тем временем, решили распить бутылочку вина. В кои-то веки за последние долгие... Ну нет, пару месяцев назад мы распивали это. Совместим приятное с полезным. Нальем по бокалу вина и посмотрим, что же мы все-таки купили, что же есть в этом наборе. И оценим в комментариях ниже, что вы об этом наборе думаете. Что, Таня купила сыр? Очень вкусный. Вот этот с синей плесенью. А вот этот с белой плесенью. Вообще очень вкусный. Тот, который с белой плесенью. Тоже вкусный. Сейчас будем есть сыр, пить винишко и распаковывать разливашку белая. Эй, только не надо у нас тут пробовать сыр. Написано, что разработано российскими логопедами и психологами. Гид по использованию комплекта. Гид по программе. Такая толстая книжка. Развитие чайничевой активности ребенка. Это книжка. Которую можно грызть, кусать. Книжка Говорилка. На самом деле, завтра с вами останется Таня наедине. И будет рассказывать уже более подробно бормоталки, подражалки. Болчок. Дима персонаж с книжек. Ну, грубо говоря, все им, да, предметов. Скажите уже, кто таким набором пользуется, может быть, и что вы об этом думаете? Ну, первым делом, да, это нужно руководство для родителей посмотреть. Мы уже прочитали несколько страниц, пять, и поняли, что нужно прочитать еще минимум десяток, чтобы приступить к обучению. Короче, фильм мы смотреть не будем. Сейчас будем вместе с Танюхой читать, все изучать, потому что информации много. Ее, помимо того, что нужно прочитать, ее нужно еще усвоить. Еще это все нужно обсудить. Ну что, мы начали изучать карточки, и я вам скажу, что это нелегкая задача с ребенком их выучить, потому что ребенок их мнет, по ним ходит. И особо не хочет вникать. Ну и все, он капризничает, потому что он не спал сегодня. Я сейчас доготавливаю покушать, покормлю ребенка, уложу, и дальше будем с ним заниматься. Выбрали пока две карточки такие, му-му-му, му-му-му, будем их повторять в течение целого дня. Завтра будут другие. Хотя здесь еще на другой стороне есть всякие слоги, но пока будем с малого начинать. Видели, да, как он у нас уже ходит? Элай, 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 элай. Еще Мик мне наказал сделать сегодня мини-маффин, мини-маффин от фирмы Милка. Вот. Давайте сейчас скроем ее быстренько, посмотрим, что тут. И надеюсь, в течение дня мне удастся выбрать время и их испечь своему любимому мужу. А еще я хотела всем девушкам, которые недавно родили, или, ну вот, которые носят детей своих на руках, детей, которые могут, в принципе, уже сами передвигаться, в общем, хотела посоветовать, чтобы не таскали детей на руках. Я сейчас стою с лальчиком, по идее, мне надо его посадить на диванчик, да, и с ним вместе вот так вот сидеть, в общем, произошла такая неприятная ситуация, у меня сильно болел бок, он постоянно нарывал, я ходила к гинекологу на УЗИ, ходила на УЗИ брюшной полости, думала, у меня какое-то воспаление или еще что-либо, у меня очень сильно бок вот этот анимевал, очень сильно, и болел безумно, и я не знала, в чем проблема. В итоге до меня ночью дошло, когда я уже хотела вызвать скорую, и я ее не вызвала, только потому, что не хотела Элая будить и мешать ему спать. Я перетерпела боль и уснула, но в ту ночь я поняла, от чего у меня болит сильно бок, это от того, что я его постоянно ношу на этом боку, получается, это 10 килограмм, я вешу 52 килограмма, это очень тяжелый вес, и каждый раз с ним ходить это вообще невозможно. Мой организм говорит обратное, он говорит, Танюш, отдыхай, надо отдыхать. Я тут домой с работы вернулся, а оказывается, Таня с Элайм гуляют. Алло, как выяснилось, Тана, это Тана, будут тебя Таной звать. Тан. Тана снимала не очень много, и, ну, надеюсь, материала хватит на более-менее влог, тем более, мы стараемся почаще теперь выпускать видео, вы это заметили, оценили, и нужно ли это самое главное. Мы тут ползаем. К нам дедушка пришел. Привет. Маклажан начала жарить. И что, пожарить себе баклажан? Так мне когда это снимать? Сегодня будешь делать? Да, ты сейчас будешь в салан, а я буду это делать. Ну, у нас же есть медовик. У нас есть медовик. Ну, давай на завтра тогда подложим, потому что у нас сейчас медовик. Ладно. Короче, приготовление маффинов переносится на следующий влог, так что не пропустите, чтобы увидеть, что это за вкуснятина, и отведать ее вместе с нами. Может быть, кому-нибудь зашлем коробочку маффин? Давай. Этот рецепт вообще какой-нибудь сладости. Да, точно. Питание ее сделает. Что? Ну ладно, ты сама подписалась на это. Потому что пирожки в этот раз не получились. самый лучший рецепт, который вы напишите, сладости мы выберем в комментариях вот к этому видео. Пишите. Несложно. А победителю мы зашлем вот, маффины от Милки. Обменяемся. Вы нам рецепт, а мы вам маффины. Спасибо, что были с нами, смотрели. С вами были Мик и Тария и наш маленький сын Элай. Таня Селфи, она все называет Таня Селфи. Да. И Мик Коврович. Всем пока. Всем добра. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok